В эфире у меня заканчивается буферинг, совсем скоро должен начаться матч МВС, вот МВС, МВС, именно так называется Коммандос, ух как громко у меня Counter-Strike, возвращаю пока что камеру и друзья, ну что можно сказать, не знаю, очень долго начинается игра, вот у меня сейчас очень жуткая надпись буферинг, о, она уже прошла, пошел рестарт и нет, нет, на сервере по-прежнему 9 человек. Не знаю, правда это или нет, но, наверное, правда. Хорошо, почитаю тогда сообщение, давайте проверим, не будет ли лагов сейчас, потому что мне не понравился Counter-Strike, он до этого у меня как-то дико начал лагать, возможно это из-за нашего стима, который у меня запущен. Так, ну, смотрим, здесь у нас ножи пошли, друг друга рубят, вот ежик, какой-то ежик заходит, еще вот синиатр, сейчас ежика кикнуть, наверное, отсюда. Проверим звук и будем смотреть начало матча, студенческая лига, друзья, в полном разгаре, геймбосс пауза, геймпендинг, о боже, что это такое, может быть это новые какие-то приколы. Ладно, сейчас посмотрим, может быть игра только что началась, нет, отжали паузу, все нормально. Значит, сейчас должно начаться. Ну что, 7 апреля 2011 года, студлига Киева. Последняя игра в группе между МВС и командой VOD. Так, ну что, еще вот так, заходит VOD-Шалун и у нас пойдет веселый матч. Опять же, ну не знаю, как там решилось судьей, что Waze поставил ли ничью между командами на первой карте, либо это вторая, либо первая, я не знаю, но надеюсь, что все-таки первая хотелось бы, конечно. Ну если вторая, то мы будем смотреть с 8 часов другую пару и одну игру мы зацепим. Так, МВС против VOD, друзья, начинается раунд на ножах и давайте смотреть, что это будет. И не забывайте заходить в наш чат Киберарена ТВ. Тут, конечно же, мы общаемся на все-все темы, связанные с Counter-Strike и с нашей трансляцией. Берут VOD и сейчас раунд на ножах и у нас смена сторон, да, будет смена сторон. Команда VOD, нет, что, так и не понял, будет атаковать? Либо это МВС взяли ножи? Да, МВС взяли ножи, как оказалось, и VOD атакует. Ну как раз у меня титр для этого и стоит, но сейчас не могут перейти, МВС еще один игрок не перешел в жакузи и делают рестарт. Ребят, что такое? Что за начало с внешней трансляцией, что за день? Так. Пользуйтесь, пожалуйста, скиньте мне свой ник и пароль для проверки вашего акка на читы. Да, 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 конечно. Иди сюда, нашли, короче. Как это говорится, лохов, да? В принципе, слово неплохое, но... Не знаю, обычно его стараются не употреблять. Но надо его сейчас прибанить. Иди сюда, мужик, сейчас тебе скину логин и пароли. Сейчас я его быстренько найду, подождите. Ну что, а у нас... У нас должен быть еще один рестарт, и сейчас ждем, когда же он начнется. Ну что тут сегодня за день? Если вы ребят, я не могу понять. Какие-то... Какие-то... Одни непонятки. Надеюсь, сейчас все... Вернется на свои места. Так, да, действительно, какая-то у меня... Извините за этот уголок. Да, все. Какие-то маньяки в нашем чате просто завелись. Тафа, на Кибераллении есть фаскапы для Европы, локации сервера? Ну, для Европы пока нет. Может быть, будут в ближайшее время. Я уверен, что будут в ближайшее время. Ну, ребят, чуть-чуть нам нужно подождать. Нам нужно закончить новую версию сайта, и все тогда будет просто супер и супер отлично. Все, наконец, пошла игра. Вод против МВС. Воды играют в атаке, МВС защищаются. Ну и давайте смотреть за этой игрой. Студенты, кстати, очень неплохо шпили. Тут есть хорошие игроки. Да, скайп для скайп-шоу Киберарена ТВ 1, по-моему. Не Киберарена 1, а Киберарена ТВ 1. Но об этом тоже тема уже, наверное, следующего нашего эфира. Точнее, не следующего, сегодняшнего, но не по Студлиге. Итак, вот Сашок, Фодинамо, Киев. Первый минус сделает из десятки. И атака уже в большинстве жакузи. Вот немножечко поджал туннели, дал минус. Давайте посмотрим, там у него дуэль продолжается. Здесь есть соперник. Хае прям под ноги ему дают. 77, ну не под ноги, за ящик. И, в принципе, нет, нет, ничего страшного. Двое зелень, один на убаде там принимает из МВС. Сейчас смотрим, что он сможет. Где второй на размер? Почему не выходит? Сам Круз справился. Но все равно очень глупо. Круз убивает. Рядом был тиммейт. И где он был? Кто его знает? Так, Виз. Виз воюет наверх-вниз. Как я в рифму заговорил. Синиатр, Сашок и еще два фрага. Знаем, где последний. Жакузи наверх-вниз только что убил. Вот Сашок переводит прицел. Да, под правой стенкой сидит. Здесь в голову не залетает сверх-вниз. Вот в стиле Эдварда. Ваня Эдвард так вот любит очень сидеть на пожарке. Закрывая себе голову. Пользуясь правилом правой стенки контрстрайка. И, в принципе, позиция очень неплохая для пистолетного раунда. 1-0. Особенно, если игрок атаки с успом туда заползает. 1-0. 1-0. Так, ну вот кто-то говорит, что кого-то лагает, друзья. Ну, у кого лагает, пробуйте второй ретранслятор. Пробуйте обновлять страничку. Эко-раунд МВС. Ну, здесь все понятно. Здесь сейчас уничтожат всех быстренько, за секунду. Ну и вообще в чате отпишитесь. У кого лагает, у кого нет. Мне, конечно же, это очень важно. Мы всегда проверяем, как нас видно, как нас слышно. Но, по идее, Олм 3D работает отлично. И все должно быть четко сегодня. Так, ну что, все нормик. Ну, если один хоть пишет все нормик, значит, все действительно нормик. Так, Тафф, привет. Когда в ВК ответишь? Не знаю, отвечаю постоянно. Тафф, ты сегодня выспишься, а завтра гоу на паблик. Не, на паблик мне нельзя. Все, 2-0 матча. Смотрим, сплит-раунд на. Снова Эко-МВС. Сайнет делает один минус с USP. Ну, остается где-то под крышей. Круз не знает, что там соперник. Водит прицелом на крыше уже, по-моему. А, знают, выкуривает с крыши. Все, сняли Сайнета. Закинули ему хаешку. И в десятке синеатр минус. Панва-1. Панва-3-0 в этом матче. И воды начинают крутую игру на трейне в атаке. Что команда МВС будет делать? Я не знаю. У них вроде и нормальный сейчас состав. Но как-то, как-то, как-то не идет игра. И, не знаю, что-то у них не получалось в последний раз. И пока сейчас начало тоже игры не очень хорошо получается. Увидим. Смотрим, засайны там на пленте. Сейчас СВП будет контролить вверх-вниз. И стоит вот так, что, по-моему... Нет, не видно, как он стоит. Он уже перетягивается. Почему, куда он сорвался, я не знаю. На зелени. На убади. Делает минус. Он с двумя перестреливается. Где же этот на убади? Не успел уже переключить. Нет. Нет, нет. Там уже и второй минус от Вилза в центре пошел. И вот сейчас десятка. Сашок с АВП прыгает к ЛТВ. Смотрим. Три в четыре. Все нормально. Не так сильно прыгнуло. Круз на зелени. Сашок сейчас не понимает, куда ему идти. Он хотел пойти на зелень. Вернулся в туннель. Видимо, что-то придумали. Воды из меньшинства. Все. Синематора убивают. Сайны с планта вверх-вниз. Все-таки зачекал. По-моему, Сашок с АВП. И два АВП в МВС защите. Пан Ваван. Полицеант. Ну, да. Это у нас контры просто. Суденческой лиги. Команда МВС. Ну, наверное, знаете, МВД все-таки. Для русскоговорящего населения будет правильно. Это для украинскоговорящего МВС. Понятно. Министерство внутренних справ. Ну, то же самое. Министерство внутренних дел. На русском. Ну, и смотрим. Два в четыре раунд. Двадцать шесть секунд до конца раунда. Круз с плантом выходит на зелень. И пока что крадется. Какие-то жглезные нервы у парня. Минус хэдшотом. Минус ноубади. Восемнадцать секунд. Время уже заканчивается. А бомбу-то вставить нужно. Жакузи с АВП в десятке. Его прогоняют. Сайнет еще не вышел из бани. Круз уже на планте. Нужно вставить бомбу. Да, бомба ставится. Сашок на отца. Он не боится, что Сайнет выйдет из бани. А я бы боялся. Минус от Сайнета. Все-таки было же АВП на планте. Сайнет двоих испепеляет с точки. И диффузит бомбу. Отличная игра от Сайнета. Сегодня он выглядит получше. И первый раунд для команды МВС. Ну, в принципе, если МВС вот так вот будут играть дальше, то игра будет неплохой. Ну и, друзья, не забывайте. Вечером Moscow 5 против SK Gaming. В 22.30 по Киеву. Я думаю, там еще чуть позже. Потому что... Не знаю. Вот в матчах по интернету многие команды часто опаздывают. И зачастую матчи на 10-15 минут позже. Играют в такие игры. Позже от времени, которое анонсируют. И всплит. Выход на. Быстрый. Атака выходит. Вверх-вниз. Middle. Nobody. Минус Фамаса. Вот какой жесткий Ник. Е-ра-ра-ра-е-ра-ра. И минус Сайнет. СВП. Минус от Шалуна. Еще раз минус от бешеного Ника. И посмотрите. Воды, воды. Нормально еще. Заиграли. Я вот забыл. Я знаю. Ник. Это, наверное, Емри Акасу. Точно постоянно коверкают этот Ник парня. Ну, что поделать. Но он жестко стреляет с АВП. И по его АВП видно, что это он лупит. Вот он на планте. Но все жестко, но очень уверенно. И есть перспективы. У этого игрока. Смотрим за Джакузи. Он остается один у нас в этом раунде. Остается один против троих. Бомба стоит. И вряд ли он что-то сделает в этом матче. Ну, по крайней мере, не матче точно. А в этом раунде ему нужно, ну, хотя бы сохранить пушку. По экономике это будет более выгодно, чем сейчас пойти и ломануться и умереть. Я думаю, все вы со мной согласитесь. Ну, и посмотрите. Снова воды ломают экономику своим оппонентам. Берут четвертый раунд в этом матче. Ну, и сейчас все... Ой, взорвался. Ну, какой же фейл. Ну, отойди ты подальше. АВП не засейвил. Ну, сейчас будет эко-раунд. Сто процентный. У МВС. У них там денег нет. Лучше даже деглы не покупать. Потому что потом будете бегать с самосами до конца матча. Ну, не хотят. Берутся деглы. Команда, я не знаю, почему так уверены. Ну, видимо, потому что студенческая лига, можно пропереться и дать три хэдшота, потому что там будут плохо тебя ждать. Может быть, этим пользуются игроки. Ну, думают об этом, по крайней мере. Но не факт. Я понимаю, что сам формат лиги заставляет игроков немного по-другому играть. Но если бы была какая-то студенческая команда, которая лупила бы серьезно, она бы просто не оставила никому шансов. И все бы остальные подсобрались. Сашок в миддл хорошо принимает. Видит третьего. Его пытаются с деглаймом дать хэдшот через стенку. Кто там такой хитрый у нас? Джакузи, по-моему, был. Манифо Насинг. Виз наверх-вниз делает минус. Не успел я переключиться. Но Круз хэлпует. Он уже на шестом. Делает фраг. Ему помогает Сашок из десятки. Двое уже на планте. Но Джакузи под шестым сидит. И о нем как-то забыли. Забыли. И в первую очередь забыл Сашок, потому что он видел одного игрока и должен был давать инфу. Посмотрим дальше. Минус. Джакузи остается Синет, Сайнет. И он подобрал где-то девайсы. Вот Виз, да, наверх-вниз дал минус. Выбил калаш. Калаш подбирает Сайнет. Очень уверенно делает минус. Вот все равно надо убегать. Даже когда ты убегаешь, нужно все равно смотреть, что там у тебя сбоку. Желательно спиной не убегать, понятное дело. Шаг вперед он быстрее, чем шаг назад. Но все же минус еще от Сайнета. Но остаются два игрока. Сейчас взорвется бомба. Он засейвил калаш. Выбил там неплохо двоих игроков. То есть, в принципе, из защиты, если выбивается девайс из атаки, то вы считаете, 3 500 на 2. 7000, может быть, там флешки еще какие-то были. Но где-то порядка 7000. Час выбил из атаки. Сайнет, респект и уважуха. Но команда Вод выигрывает в матче со счетом 5-1. И для этих парней, по-моему, нет ничего невозможного сегодня. Они сейчас очень уверенно играют карту The Train. Да, друзья, после игры могу сказать, что мне придется отойти, наверное, минуток на 10. Я узнаю, будет ли играться вторая карта. И буду узнавать тогда, на ком ХЛТВ будет играть наша следующая пара. Мы там еще одну карту сможем посмотреть. Пан Вован с ВП в девятке находится. Делает минус. Ну, девятки я называю. Вот этот угол, где находится сейчас ВП. Ну, вот только хотел переключиться на Вана. Его снимают с Ашок хедшотом с ВП. Вверх-вниз, плотную джакузи. По-моему, нет, тут виз. Сейчас на него пойдут игроки. Включаю ВХ, смотрите. Ой, куда же ты пошел, дружище? Куда? Куда ты идешь там? По-моему, жакузи вообще с Б поджал. Слышит две спины. Виз делает один минус. Видит второго, видит АВП. И АВП достает УЗП, ломится на виза. Но виза отлично отыграла этот момент. И 5-2. Второй раунд для защиты пока борются. Команды на карте The Train. Подробности чемпионата, подробности по результатам и по составу чемпионата вы можете найти на сайте Киберарена ТВ. В горячей новости Студлиги. Поэтому там все есть. И там можно следить за результатами. В принципе, не забывайте про наш чат группы Steam Киберарена ТВ. Там всегда есть люди. Там скоро будет большой анбан. Потому что уже более 500 человек, вы не поверите, находятся в бане. За всякие шалости. Это же не просто так делают бан. Да, бывают там исключения. Какие-то непонятные моменты и ситуации. Но это 1% из 100. В основном это какой-то троллизм. Я не знаю, вот если бы в Steam была такая подпись к бану. Забанен за троллизм. Такое бы, конечно, не разбанилось. Сашок с АВП делает минус. Смотрит пожарку. Команда почему-то ломанулась. И вот снова, я не знаю, в любой атаке, в любом раунде у вас должна быть задумка. И по максимуму вы должны использовать всех игроков. Понятное дело, когда сначала в атаку идут трое. Потом двое там почухают свои кольты. И пойдут тоже в атаку. Но попозже уже, когда трое умерли. Это, конечно, неправильно. 5-3. Третий раунд для защиты. И пока, не знаю, довольно спорная игра. Здесь через раз берутся раунды. Да, конечно, атака имеет преимущество. Преимущество команды воды. Это первая половина ведет 5-3 за атаку. У них, конечно, все должно быть позитивненько для них. Но, в общем-то, в принципе, почему бы и нет? Можно МВС еще и подсобраться. Смотрите, тут по туннелям несутся воды. Сайнет один в девятке. Стреляет в СВП. Видит араш. Флэш на низ. Флэш наверх. Его... Ой, как плохо отыграл. Как его минуснули. Жакузи. Уже на верхнюю волну переместился в СВП. Здесь же виз не дает поставить бомбу. Делает минус. Падает Синьятор. Видит верхнюю. Летит еще какая-то ХАЕ наверх. Синьятор ставит бомбу. Минус от атаки. Минус от АВП. В девятке остается один против двоих игрок. Сейчас. И смотрим. Жакузи. Сейчас снимет его, по идее, вот сверху. Не попадает. Умирает. Сам оставляет один на один. Хорошая флэшка от Пан Вавана. И он сейчас четко должен запилить. Ой, какой фейл. Да что ж, фейл на фейл. Один ХП остается. Ну, это фантастика. Уйди сейчас, игрок с АВП. Привет, Симья, Деваси Теплее. Еще хэдшот с АВП. Это тот самый Емри Акас. Он нормально сдает. 16-16 статистика. И берет невероятный раунд. 6-3. Да. Фейл на фейле. Только что произошел в раунде у команды МФС. Я думаю, они там сами сейчас кипятятся. Друг друга машнят. Кто виноват. Кто прав. Что почем. Друг другу рассказывают. Кто тут был не прав. Кто тут папа в команде вообще. Я представляю, тут паника жесткая. Сейчас должна стоять. 6-3. Погнали дальше. Погнали дальше. Минус от атаки еще есть. Есть фраг. Спокойно вышли на АС. Читают игру. Знают, что ЭКО. Ну, по крайней мере, читают. Они понимают вообще, где они находятся. И что будет в следующем раунде. То есть тут пацаны тоже, конечно, непростые. Но все-таки, наверное, Трейн будет с заводами. Они берут уже 8-й раунд в атаке. Очень уверенно переигрывают своих соперников. Пока. Потому что студенческая лига. Я от нее ожидаю всего только чего угодно вообще. В здравом смысле. И не здравом ему тоже так. Почитают, что мне тут еще понаписывали. Может быть, что-то интересное. ВХ на Steam. ВХ на HLTV, дружище. Поэтому не кипятись. Смотрим. Сашок. Фот Динамо Киев. Как будто у меня такой... Каждый день, как будто у меня снова новые люди постоянно попадают на трансляцию. Говорят, ооо, ВХ. Ооо, вот это круто. Все, смотрим дальше. Минус от Сашка. И опять доминирование в раунде от Водов. Я уже просто не успеваю перекладываться. Где будет минус? Тут уже просто понеслись. Летают по карте Воды. Понимают, что соперник мне так грозен, как казалось, перед матчем. И что МВС там все-таки поплыли на трене. И их сейчас тут добивают. Ну, смотрим. Нободи. Минус делал только, что он и был фрага от Вилза. Нободи последний. Один в три. Плант под крышу. Он контролит бомбу. Ну, видите, позиция какая выбрана. Хоть стой, хоть впадай. Я называю ее. Потому что... Ну, видите, выходит игрок, сайт хэдшот и все. Там нужно сразу 3-4 еще и спину себе успевать контролить. И нужно быть просто мега-имером там, чтобы взять такие раунды. 8-3, да. Счет в этой игре у нас, друзья. И я... 18-6... 16-4 статистика лучших игроков в составе. Вот на данный момент лучших по фрагам. И 12 усиленно-то, 7 у Вилза. Ну, такое, в принципе, у Вилза, по сути, ничего полезного. Так, поджимчик какой-то, я вижу спину, его уже услышал Сашок. Ну, почему-то Сашок не разворачивается. Сашок, вытыкай, сними наушники, что у тебя происходит. Выключи плеер, минус от Круза, минус от Шалуна. Игра продолжается. Раунд, но, опять же, атака овнит. МВС, еще один Эко сыграли. Видимо, хотят СВП. Почудить что-то в следующем раунде МВС. Ну, в принципе, все равно нужно бороться до конца. Мало ли, может быть, там все будет хорошо во второй половине. Может быть, все сложится. И будет игра более приятная для команды ВОД. Точнее, команды МВС. Ну, если возьмут пистолеты, конечно, если, если. Слишком много если для команды МВС сейчас. 9-3 проигрывают в защите на трене. И, в принципе, это говорит о многом. Смотрим на карту, что сейчас предложат команды. Мне интересно. Сашок в мидл. Два игрока идут в мидл. И снова ВП хэдшотом в голову. Ну, просто начало раунда каждый раз интересное. Минус от Круза. Здесь слепой слетый игрок. Ух, как прыгнула ХЛТВ. Атака уже на пленте. И Пан Вавана уже последний. Да, какая же... Да, было ВП. У Пан Вавана. Я думаю, что ВП было на пленте. У Синета. Ну, и снова просто со своим диффенсом не разобрались. Вот что здесь делала эта тусовка из двух конторов на такой позиции, непонятно. Может быть, их подломили на поджиме вплотную. Еще трупики. Мне интересно, сколько АВП-то было у команды МВС в предыдущем раунде. Но, в любом случае, пока МВС не очень хорошо видыгра. Пан Вавана там уже загнали в туннелях. Ну, и 10-3. Два раунда еще играть командам на карте Детрейн. И, как вы видите, здесь у нас уже практически все решено. Почему говорю практически? Потому что Counter-Strike такая, знаете, непредсказуемая все-таки порой штука. И что раз да в год, я бы сказал, и бот. Стреляется очень мощно. Вот уже в кого-то попадает АВП. Тут куча кровища у нас в десятке. Еще один эко от МВС. Экономический раунд. Но сделали один уже фраг. Правда, разменялись меньше. Да, 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 да. Вот то, что нужно. То, что доктор прописал сейчас. Эх, не получилось. Не получилось. Такое было и на прошлом матче. Команды ВОД. Они после того, как заработали себе неплохое преимущество, подбирали. Но вот сейчас, может быть, такая штука... Нет, не пойдет на пользу команде. Выбивают Кулымет. И застреляли просто всех сейчас на этом экраунде. ВОДД. 11-3. И последний раунд первой половины. Ну, по сути, все понятно, да? Атака отжимает. Просто отжимает. Входящий запрос чатом. Привет, Тафа. Как тебе Кинзу? Отличная мышка. Как тебе Силсирия? В2 Сиберия. Отличные наушники. Что еще? Что еще оценить? Смотрите, Панваван Джакузи. Ну, то, что я говорил, бывает такая штука у ВОДов, что они иногда могут пойти в атаку вдвоем почему-то. Да, трое в это время будут, не знаю, обсуждать следующий раунд. Или то, что было. Или как я кого-то там поставил. Хотя, не знаю. О чем говорит команда во время раундов? Команда ВОД в данный момент. Потому что каждая команда отличается своим кимспиком. Это точно. Так, видят крышу. Хэд. Нет, до этого сняли. Это уже текстура падающего игрока. Круза его по линиям пытались отстрелять. Там кто-то есть. За пятой виз. Панваван еще фраг. 2 в 3. В большинстве диффенс. Ну, может быть, 1 в 4 сыграют МВС. Но не факт. Не факт. Далеко не факт. Смотрим за Вованом. Он тут пристроился на планте с АВП. Вот почему-то ему нужно было посмотреть, что же там на крыше. И получить себе пулю в лоб. Ну, смотрим. Уже 2 на 2. И тут уже все меняется. Под пятым. Не убил Круза. Сейчас очень важный минус от синиатра. И последний в планте. Круз слишком рисковал. Сайна 30 чем-то ХП. Видит ножки. Не попадает. Ножки, ножки. Сейчас могут убить АВП. И так и происходит. Воду беру 12 раунд. Очередной фейл от МВС. Ну, вот так вот происходит часто, друзья. Ну, что могу сказать вам. У нас пока смена сторон. Поменяю пока что кадр. Я по-прежнему в студии. Нахожусь, друзья. В нашей верхней. Жду скайп-шоу. Оно должно вот скоро начаться. У нас, ну, не скоро. В 21.20 по расписанию. Мы еще одну игру должны, в принципе, успеть посмотреть. И да. Все. Пошла игра. Давайте вернемся. Посмотрим на... Нет. Тимкил от Круза. И, значит, будет еще один рестарт. Наверное. Хотя, непонятно. Сошел кодрик Б. Ну, должен, должен быть рестарт. Что-то не понравилось. Круз убил своего. Да, у МВС четыре игрока. Я только сейчас обратил внимание. Да что же такое происходит, непонятно. Ладно. Ждем. Ждем продолжение игры. Напоминаю, 12-3. В пользу команды Вод. Счет в этом матче. Вы видите, это не табло. Но, самое главное, конечно, что сейчас смена сторон произошла. И Воды будут играть в защите. Тут, скорее всего, все понятно. Почитаю чат, что мне пишут. Ну, вот у кого-то видео там останавливается на секунд 5-7. Ребят, я могу вам сказать, вот технология эксплита. Просто бывает, вот немощный компьютер, просто HD Flash не всегда тянет. Я вот по себе это знаю. Поэтому пробуйте первый ретранслятор, второй ретранслятор, для кого там что-то не так. Пробуйте обновлять кнопочку F5, потому что я постоянно говорю в трансляциях о новых свершениях команды On3D. О том, что они постоянно прогрессируют и работают над своим сервисом. И там сейчас три целых линии идет для того, чтобы посмотреть стрим. И пока патч автоштука вас не переключает на лучший канал для вас. И поэтому лучше обновлять лишний раз кнопку F5. Потому что для стран СНГ еще он пока что нестабильно работает. Для Европы вроде там все отлично. Поэтому лучше самому пробовать почаще обновлять кнопочку F5. И у вас там должно многое что показывать в более лучшем качестве. Я не знаю, наверное, так правильно сказать. Ладно, продолжаем смотреть за игрой. Все, у нас прошел рестарт. Смотрим. МВС вышли просто на отстрел издалека. Как они вышли? Один диггл есть у Круза. Зачем диггл защите? Я понимаю диггл атаки там выбивать стоящих под стенкой игроков на зелени. Там где еще под пэтом можно встать. Снятор минус шалун. Минус МВС как-то вышли не очень уверенно. Их отстреливают, постреливают, отстреливают снова. И понятное дело, вводы берут раунд. У нас 13. О, Коля, пока ты со мной... Давай ты мне подскажешь. Все-таки ничьи ты поставил, да, между этими командами на первой игре? Нет, я ничьи не поставил, а они будут играть две карты. А, будут играть две карты. Ну, тогда отлично, друзья. У нас будет еще одна карта между этими командами. Великий Коля Вейс решил парням, дал им шанс сразиться. Пускай сыграют, и мы посмотрим две карты. Отлично, отлично. Тогда у МВС будут шансы взять реванш на второй и отомстить за трейнер. Потому что за трейнер вы не забывайте, что формат, формат студенческой лиги таков. Команды играют между собой не одну карту, а две. Причем выбор ваша-наша. То есть там от Нюка не отмажешься, как говорится, да, наша любимая украинская традиция. Очень классно играть карту Денюк. Давненько она еще из Днепропетровской, там, я бы сказал, из 90-х, да. Но вот из начала 2000-х пошла и по сей день продолжается. Ну, такой у нас отстрел игроков МВС сейчас должен закончиться. И, по-моему, мы поставили бомбу. Вот самое главное, что, конечно, сделала команда МВС в данный момент. Они поставили бомбу. Сейчас за поражение в раунде они получат не по 1400, а по 2200. Заметите, это намного денег побольше будет. 800 долларов, друзья, каждому игроку. Это 4000 лишних за счет того, что установлен плант. И эти 4000 могут сейчас пригодиться. Но 2-0, как бы, 14-3, понимаете, да, что-то два раунда до победы на первой карте. О, вот сейчас я видел, был лаг на стриме. Друзья, я буду с этим разбираться. Ну, не вытягивает мой процессор, не вытягивает порой вот HD-стрим именно МКС. Тут нужен мне мощный i7 на компьютере. Видишь, чуть-чуть пошустрее. Я даже сейчас перестал использовать два монитора. Посмотрите, МВС, по-моему, решили взяться. Как бы ни поздно было, но сейчас вот просто сделали аркаду, вылетели на Аплент. Я бы не сказал, что там было много нашифровок, много флешек. Вышли просто на перестрелку, и перестрелка закончилась для них успехом. Причем это был третий раунд. Возможно, экономически сейчас для них все будет получше. 14-4 счет в этой игре. И хорошо, не забывайте, да, наши средства связи. Друзья, чат, чат, друзья. Чат Киберарена ТВ. В группе Steam. Обращайте на чат внимание. И поэтому смотрим. Так. Тафа, какие мячи предпочитаешь? Джо Блани, как тебе? Не знаю, самый легендарный для меня мяч это Select. Он просто эпичный, который просто по 8-9 лет. Хоть ты на асфальте играешь, с ним ничего не происходит. Ладно, отошел от темы. У нас тут, кстати, с деглами играют раунд воды. У них эко, как я и говорил. А посмотрите, МВС еще раз поставили бомбу. Ну и нет, тут раунд даже берется уже МВСами. Они спокойно держат позиции. Воды издалека тут с пистолетами там поглядывают на точку. Знаете, так вот пойти, не пойти. Повезет, не повезет. Там дам, хэджот, не дам. Ну, вроде издалека стала атака. И просто не дает шансов даже подобраться здесь. За счет преимущества тяжелого оружия. Просто не подпускают в себе. Калаши отлично работают у команды сейчас МВС. Ну, когда в руках вода фуспы. И 2-2 во второй половине 14-5. Вот так вот. Ну, опять же, задача сложная у команды МВС. Вы понимаете, задача сделать очень крутой и смачный камбэк. Такое редко происходит в мире Counter-Strike. Но если происходит, то происходит. И мы такое видели и не один раз. Поэтому посмотрим. Сегодня скайп-шоу. Друзья, это будет бешеный врыв. Бешеных, я думаю, порой шкалеров. Порой у нас взрослые. Порой у нас девушки. Порой у нас кто-то еще. Ну, в любом случае, я думаю, что-то интересное будет 100%. Да, не то, что по-любому будет какая-то жесть. По-любому какой-то отстрел. По-любому мне позвонит какой-то маньяч. И мы будем просто с ним общаться. Ну, посмотрим. Пока вот еще один Эко играют. И снова диглы. Вот диглы. Опять же диглы. Мы уже посчитали, что порядка 700 баксов выходит на дигл с патронами. Там 7, 700, 720. Второй раунд. Вот смотрите, раз закупили диглы там. Ну, хотя пусть 700, да. 3500 потратили. Второй раз закупили диглы. Еще 3500 потратили. Ну, и вот так вот в том же духе тратятся деньги. В Counter-Strike лучше их лишний раз не тратить. Причем вводов есть запас. Я вообще бы им не советовал там как-то жестко рисковать в этой игре. Ну, и шестой раунд. Шестой раунд за командой МВС. Не знаю. За миксом даже МВС. Я вот очень часто говорю команды. Там я думаю, что все-таки одни и вторые больше, чем микс, чем команды. Потому что это студенческая лига. У парней, в студенческой лиге, есть свои команды, свои чемпионаты. Ну, и поэтому, в принципе, не всегда там суперскил мы здесь наблюдаем. Точнее, супертимплей. Потому что ребята играют не самими основными командами. И такое часто происходит, что не всегда получается вот обсудить даже с студенческой командой. Там какие-то новые нашифровочки. Так, из бани будет выкуривать воды. Очень пассивно играют раунд. Круз минус. Мириакасу минус. Бомба стоит. Вышли на плант воды. И, по-моему, выбиваются. Выбиваются МВС точки. Ну, как бы 3 в 4. Ой, как залепил шалун. Минус nobody. Видели крышу. Там где-то на лестнице есть соперник. Его пытаются снять. Круз минус. Виз. Все, последнего нашли. И посмотрите. Берется раунд с одним минусом. Всего лишь команды. Ввод. И они берут 15. Очень быстро, очень четко, очень безболезненно. Просто жестко. Жестко выбивают. Так. Что пишут? Так. Мой тиммейт однажды звонился к вам. Он из Чехии. Да, да, да. Сирен. Я видел, возможно, этого парня. И, причем, по-моему, не однажды. Много звонят нам не только из Чехии. В скайп-шоу. Вообще со всего мира. Россия, Украина, Прибалтика. Страны Прибалтики все. Казахстан. Кого только у нас не было. Израиль, Германия, Австрия. Вот, я думаю, скоро начнут вообще откуда возможно звонить. Ну, посмотрим. Минус на зелени снова. АВП команды. Вот. Работает плотно. И попадает. Стоит просто парень себе. Идите ко мне, ребятки. Видит, что там еще один на зелени. Отошел немного. Кинул ему флэш. Виз. И вот троица, по-моему, фейкует все-таки. Зелень показывает, что есть один игрок. Но, как бы, там и инфа такая должна быть, что зелень. Один кинул флэш. Поэтому ждите Б. Сашок тут. Здесь стоит в девятке. Делает минус. На него Ноубади снизу пытается выйти. Сашок его видит. Ой, чуть не поймали. Ну, так отпугнул. СВП, знаете. Не попадает, если игрок СВП. То, по крайней мере, точно сильно пугает своего оппонента. По-моему, Ноубади ничего не пугает в этом эпизоде. Он пошел дальше и получил уже все-таки СВП. Панваван наверх-вниз. Поймал Шалуна. Смотрим за позициями. И 4 в 2. Ну, тут уже, скорее всего, ГГ-шичка. И команда ввод выигрывает первую карту. После этой карты, друзья, небольшой перерыв. Пятиминутный я возьму. Сашок там продолжает тир. Тут просто к нему по одному спускается мясо. Знаете, одно тело пришло, умерло. Второе тело пришло, умерло. Третье тело пришло. Тоже там постреляться захотело. Ну, и, в принципе, все. Четвертый раунд защиты. ГГ-ББ. 16-6. Победа на первой карте. Друзья, старт-стоп на ретрансляторах. Маленькая пятиминутная пауза. И я возвращаюсь в эфир. Кибер-арены. Конечно же, с вами Тафа. До поздней ночи сегодня. Вы не поверите.